Тайга Когда-то, чтобы добраться в дальнюю даль, здесь запрягали собачью упряжку, садились на быстрые оленьи-нарты. Пришло время, их сменили автомобиль и самолет. Десятая пятилетка даст людям этой земли первый стальной путь, северную ветку Байкало-Амурской магистрали. В решениях 25-го съезда КПСС записано построить железнодорожную линию Тында-Беркакит. Такое же рельсовое звено должно лечь на границу Амурской области и Якутии. За право участвовать в его укладке соревнуются железнодорожники и взрывники, мостостроители и водители автомашин, четыре с половиной тысячи человек. Монтаж ведет бригада ветерана транспортного строительства, кавалера ордена Ленина Карима Гараева. Почти четверть века занимается он укладкой железнодорожных путей. Лучшим звеном бригады руководит комсомолец Николай Гасфаров. До Бама Николай строил дорогу на Устелине. Конечно, на Устелине профиль был другой. И таких не было участков очень тяжелых таких подъемов, потом спусков и кривых. КОНЕЦ Среди тех, кто отдает комсомольско-молодежной стройке свой многолетний опыт, старший прораб Александр Яковлевич Челноков. Он работал в Подмосковье и строил у берегов Северной Двины, а теперь вместе с женой и сыном приехал сюда. КОНЕЦ И с нее все начинается. И отсюда идут и успехи, отсюда идет и план, и заработок. Начинается все с дисциплины труда. Шаг за шагом вперед. Шаг рельсовое звено 25 метров. В сутки 1200 метров. Гладкую дорогу готовят механизаторы для укладки. Недаром ее называют полотно. Иногда долгие месяцы отсыпают, ровняют, разглаживают участок, по которому укладчик проходит за считанные часы. Субтитры создавал DimaTorzok Бригада Гараева ведет счет километром смонтированной пути. Механизаторы считают кубометры отсыпанного грунта. Двадцать миллионов кубов лягут в основании дороги Тында-Беркакит. Это тяжелые кубометры. Скалы, болота, вечная мерзлота. В истории транспортного строительства не было трассы сложнее. Сто четыре километра идти путевкладчику от Тынды до границы с Якутией. И семьдесят девять раз придется ему перешагнуть через ручьи и реки. Ни дорога. Мосты, соединенные рельсами. Только вскроешь мерзлоту, начинается грязь плывет. Заливают котлованы грязью. Приходится вычищать и с грязью бороться, и с мерзлотой бороться. Но все-таки насосами, где вручную, семь метров этих фундаментов одолели, вышли наверх, уже тогда легче стало. Но в основном ничего построили. Сделали мост. Главный инженер Николай Николаевич Бутов сдает очередной мост. Сегодня мостостроители идут впереди графика. А бывало, что путеукладчик настигал их в последние минуты работы. Счастливого пути. Давай. До следующего. До следующего. Ну, следующий мост, 72-й. Вы когда рассчитываете там быть? На 72-й? Да. Со шпалой не подведут. Так. То будем. Так, 72-й. Здесь у нас будет 66-й. Где? Через пять дней. Через пять дней, да? Через пять дней можете нас встречать. Мы с гарантией через три дня вам. В общем, счастливо. Мы обеспечили вам проход. Да. Теперь дело за вами. До свидания. Давай. Давай. Пока. Счастливо. И подводи больше. Наших мостов подряд 8 штук. И все время укладка нас засягает. Все время мы от нее отрываемся. Вот и сегодня, несмотря на то, что в воскресенье все ребята вышли с тем, чтобы вот этот мост 267-го километра сдать. Сдать к обеду. А после обеда укладчик снова, значит, должен пройти по этому мосту. И мы сразу отрываемся на пять километров. Эти пять километров укладчик идет порядка четырех дней. И мы должны за два дня закончить еще оставшиеся два моста и все уйти за Якутский перевал. Не подводи, сказал Бутову Коля и Гасфар. Здесь каждый чувствует ответственность перед всеми. И это дает ему право требовать от другого. «Относись к трассе как к главному делу своей жизни. Я хозяин Бама». Такой девиз у строителей. Хозяйское отношение к магистрали. Высокое сознание долга. Вот откуда дисциплина. Вот что досрочно ставит мосты и кладет рельсы. Совсем недавно машинист-коломеец вел к Моготу первый тепловоз. Сегодня станция Могот – глубокий тыл трассы. А диспетчерская – штаб наступающих строителей. «Семнадцатого числа?» «Сюда к нам?» «Порожняк ушел, конечно. Сейчас к нам идет грузовой». Так, Маша, Маша, Маша. Александр Михайлович, нет, не Маша, мне срочно требуют. Сейчас, мы с ней сейчас разберемся. Там у меня путевкладчик моторка, делаем сейчас 7 сцепов. Вот эти два последних по 5 пакетов, да? Мы их ставим в голову, на них все остальные. Сзади пойдет 3 платформы, 2 накладки, 1 против угона, 2 тепловичка. Все? Вот так пойдем, таким путем. Правильно? Да, я могу. Давай, давай потихоньку, давай, давай, ничего страшного, давайте, давайте. Миша, пусть забирает правее, правее забирает. Строительство идет стремительно. Не все успевают за его темпами. Сегодня мостовикам не доставили необходимые промоутки. Перед инженером Бутовым выбор. Остановить путевкладчик или найти выход и не подвезти бригаду Гараева, даже когда подводят тебя самого. Временная ферма ляжет на пакеты, сбитые шпалы. Бутову придется потом доделывать этот мост. Но сейчас дорога двинется дальше. По ней пойдут грузы для тех, кто работает впереди. Держать, 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 держать. Вот этот мост 272-го километра мы собрали по временной схеме. Собрали его из пакетов. Потому что всем было известно, что 29 октября нам надо было притянать здесь и кут. Вот, скажем, заводы-поставщики не обеспечили к этим срокам поставку пролетов. И все это создало определенные трудности на пути укладки. Это был очень сложный монтаж. Мы взяли на себя ответственность пропустить по временной схеме укладку. И тем самым дали выигрыш во времени укладки где-то порядка пяти дней. Теперь до разъезда Юкутау путь укладчика «Зеленая улица». Темпы и масштабы стройки часто заставляют задуматься, по-хозяйски поискать и предложить свое решение. Ну, у нас пока в нашем деле дело обстоит плохо с запасными частями. Тепловоз у нас находится отдаленно от основного локомотивного депо. Практически всю работу мы производим своими силами. То есть нам необходимо было бы побольше своих запасных частей, свою базу техническую. У нас каждый экипаж взял сохранить наши тепловозы до конца стройки БАМа. И мы сдерживаем это обязательство. Грунт, конечно, у нас тяжелый, скала. Машина не выдерживает. Поэтому запчасти нам необходимы прямо по зарез. Вот так вот нужны, потому что мы из-за этого простаиваем, а мы приехали работать. С хозяйской заботы началось движение технику под личную ответственность. В него включились лучшие механизаторы, водители, машинисты. Павел Малинин, комсомолец из Башкирии. Полтора года безаварийной работы, бережное отношение к технике дали ему право получить ключ от именной машины. Он обязуется проработать на ней до конца стройки без капитального ремонта. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Вам проверяет волю человека, его характер. На морозе, на ветру здесь достается. Ну а чё ж, знали, в общем-то, куда ехали, что делали. И не каждый выдерживает это испытание. Люди работают на новой технике. Действительно, хорошая техника. Но мне же тоже интересно работать. И от меня отдача тоже была бы. Но здесь-то в гараже постоянно стоять неинтересно. Поэтому я хотел уйти отсюда. В чём дело? Почему ты уходишь? Ну как, почему? Ну сколько уже можно машины собирать? Ну как, сколько можно? Ну люди же работают в таких же условиях. Было же время, когда можно было отправить учиться, правильно? Можно было. Будем направлять учиться, а как же? Ну так теперь когда будет? Ну как, когда? Вот января месяца мы шесть человек отправляем. А до меня ещё знаете, сколько людей не училось? Ещё с нашей партией мы первыми делали. Да, всё правильно. Человек двенадцать ещё не училось. Значит не хватило терпения, да? На воле настойчивости не хватило. Серёжа думает, что к нему несправедливы. Он рассчитывал на другое отношение. В чём-то он прав, но может быть ему просто не хватило выдержки, умения добиваться своего. Ну и ещё Серёжа, вот у него характер такой был. Вот если у него чё-нибудь не ладится, он пропадает у него всё настроение просто, и работа не клеится уже. Я вот не понимаю, вот как Сергей, приехал, уехал, к чему это всё, не пойму я. Вот если приехал, значит кончай, и своё дело, говорю, до конца. Здесь ценят людей волевых, надёжных. Таких, как комсомольцы говорил Адамов, Борис Тезин, Толя Павлов из Якутии, Михаил Зорин из Минска. Почти три года работает он на укладке. За строительство трассы Бам-Тында Михаилу достоин звания лауреат премии Ленинского комсомола. Когда трасса подходила к Якутии, Михаил Зорин и Николай Игосфаров стали кандидатами в члены КПСС. Они вместе работали на трассе Бам-Тында, вместе получают кандидатские карточки. Их вручает им первый секретарь Жалтулакского райкома партии Юрий Афанась Ясаулков. На память об этом дне золотые железнодорожные костыли. Через год в Беркаките они расскажут коммунистам Бам-Строй-Пути, как прошёл их кандидатский стаж. Однажды был случай, когда нам задержали пакеты со звеносборки. И мне пришлось позвонить управляющему Трестом управления Бам-Строй-Пути, товарищем Макравицком, секретарше, которая не соединяла меня с ним по телефону. Ввиду того, что подумал, что кто-то звонит и не хотел отвлечь. Тогда я назвался замминистра по укладке. Где меня тут же соединили с управляющим. И мы договорились о том, чтобы сразу все эти вопросы решили. И так до сих пор идёт по стройке замминистра по укладке. Иной раз тоже нужно так по действию, чтобы вовремя всё сделали. Дорога, конечно, очень сложная. Тяжёлая такая. Ну что, вот стоит вот укладчик. Пока не укладываем. Мехколонна нам ещё не дала фронт работы. Ребята настроенные. Механизмы в рабочем состоянии, в рабочем положении. Таких частых срывов не бывает. Ну вот сегодня, как никогда, как не жалко, но получился такой срыв. Ну что ж, подождём несколько часов. Через несколько часов пойдём с укладкой дальше. Стройка рассчитана на годы, но считает и бережёт часы. Кто виноват, что сбился чёткий ритм укладки? Не успеваем взрывники нам давать дорогу, чтобы выемки эти делать. Вот поэтому и стоит укладчик. Взрывники задерживают нас. Может показаться, что взрывники не торопятся. Почему не брит? Время нету. Приходится же работать, невзирая, я говорю, что на выходные там, субботы, воскресенья прихватываем и в ночь взрывные работы ведём, что объём работ очень большой. Подпочвенные воды. Скважины затопляют, чтобы зарядить её сухую, когда только забурили. Вот производим сразу же зарядку. И получается, что у нас бурение только закончило. У нас уже массив практически заряженный. Разрыв между бурением и зарядкой минут 30-40. Охраняют хозяина? Куда же деваться? Главное дело, что у вас есть, как работает внизу. На мехколоновских не лает, только на взрывников. Мехколонные взрывники вместе отвечают за участок. Взаимный договор даёт Валентину Егорову право требовать от механизаторов качество работы. Они должны подготовить площадку для бурения. Меня волнует то, что вы зачищаете так это. А бы как? Нет, так в чём дело? Почему вы же? Претензии иметьте к этой зачистке. Вы же претензии иметьте. А вот это что вдоль борта лежит? Зачищен. Вот, вот, вот. По левой, по правой стороне. Вот, вот. И вон дальше. Да нет, минуточку. Ну что, минуточку? Вон где вы работаете. Вам что? Где мы только сегодня встали туда? Ведь было порода там лежала. А ну берите сейчас. Через 5 минут не будет это всё убрано, понимаете? Ты даже не мешаешь. А вот сейчас на борту как лежит порода, так она и лежит. Кто же её убирать? Я буду, что ли? Если бы они вот вовремя рвали, мы бы всё быстрее бы насыпь делали. Как всегда, одного дня не хватило. Да, у вас то на взрывников, то на мостовиков. Сложный узел завязанной интересы путейцев, мостостроителей, механизаторов, взрывников. Опыт и авторитет порторга «Бамстрой пути» Виктора Павловича Калаганского помогают разобраться. Подогнать отстающих. 153-я мехколонна сдерживает нашу работу. Ну а раз смежные организации здесь заинтересованы, надо и этим смежникам тоже, невзирая на условия и на время, надо как-то в наше положение входить и в своё положение. Интересы-то у нас одни же. Как можно скорее дойти до Якута, там уже фронт работы, уже путевкладчик, и всему этому будет фронт работы открытый. Сделаю опять бороду в человеческий вид при виду. Но отпускать-то не стоит, пока ещё молодой. Так что без бороды придём в Якукию. Тоже решили догнать, да? А как же? Всё, я убегу. Какой пикет? Вот это? Какой? 59. Ну ровно 750 метров. Не хватает. Не хватает? Ну 700 метров. Ещё 500 надо мне. Ещё 500? Сделаем 500. С той стороны будем делать. Так здесь у вас на мази. А? Осталось тут делов сколько? Ерунда. 4 часа. Самый больше, максимум 6. То меня задержите. А? Задержите. Здесь посередине нас достигает 36 метров. Вот она. Максимальная? Да, максимальная. Но если так, по откосу на той стороне, там под 50 уже, наверное. Отставать нельзя. Сегодня трудились на этой трассе все безукоризненно. Сегодня нет больших претензий никому. Особенно трудились хорошо это мостостроители, наши славные механизаторы. Механизаторы обеспечили и сделали порой невозможное. Но у нас случился небольшой казус. Мехколонна 153. Поотбещали, что не задержит ни на минуту путеукладчик. Путеукладчик простоял 29 часов. Мы сегодня предъявляем претензии, что если дал слово, не сдержал его, наверное, не следует работать на БАМе. Леонид Ильич Брежнев подчеркивает и говорит, что если коммунист дал слово, слово сдержи. БАМ это трасса, которая испытывает сегодня каждого человека. В эти дни бригада Гараева уложила за сутки 2100. Сто метров пути почти вдвое больше нормы. На два месяца раньше срока рельсы пришли к границе Якутии. К строителям обратился первый секретарь Якутского обхома партии, член ЦК КПСС Гавриил Иосифович Черяев. Разрешите сердечно поздравить вас с замечательной трудовой победой, но срочным выполнением социалистических обязательств с началом строительства железнодорожного пути на территории Якутской Автономной Советской Социалистической Республики. Начальник строительства БАМа Владимир Константинович Мохартов. Мы строители БАМа в этом году сработали хорошо. Годовой план в целом по БАМу закончен 1 октября. И мы об этом можем сегодня смело доложить вам. Дальше у нас большая задача. Давайте вперед на Беркатит по Якутской земле! Тысячи таких звеньев уложил Николай Игосфаров. И уложит еще тысячи. Но это звено останется в памяти на всю жизнь. Первые рельсы Якутии. Ну раз едешь по своей дороге, ну раз так задумываешься, когда на тепловозе сидишь, построим мы эту дорогу, потом будут по ней люди ездить, потом на станции будут сходить где-то. Наверное, они нас будут вспоминать, укладчиков этой дороги. Какие трудные участки, вот эти все морозы северные, через холод, через всю пургу ребята шли, прокладывали эту линию. Наверное, вспомнит обязательно, скажет спасибо, что здесь такие хлопцы были. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ